Тверские врачи в период пандемии приняли роды у 18 женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией. При этом у новорожденных не выявили наличие этого вируса. О том, как проходят роды в период пандемии, о том, где и как наблюдаются женщины в интересном положении, в случае выявления у них вируса COVID-19, в сюжете далее. Как рассказывают врачи, течение этой болезни у беременных женщин не имеет никаких особенностей. В большинстве случаев она протекает в несложной форме. Если нет температуры и проблем с дыханием, то лечение амбулаторное. А если есть сети симптомов, то женщины на разных сроках беременности наблюдаются и проходят лечение в инфекционном госпитале в областной клинической больнице. У нас пролечено уже 16 пациенток, беременных пациенток с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В настоящее время принято 5 родов. Родилось 4 девочки, 1 мальчик. 8 пациенток у нас имели легкое течение COVID-19. 6 пациенток средне-тяжелое течение COVID-19. 4 пациенток имели просто носительство. В госпитале будущей мамы находится под пристальным наблюдением целой команды врачей разных профилей. Новорожденные дети первый же день тестируются на коронавирус, а затем направляются в провизорный госпиталь на базе 2-й городской детской больницы. Дети находятся в изолированных условиях. Медицинский персонал, который наблюдает детей, высококвалифицированный. Все необходимое оборудование и оснащение имеется. Это кувезы, кроватки с подогревом, реанимационное оборудование при необходимости. Все необходимое для питания детей и ухода. Двухкратное обследование проводится и заканчивается оно, как правило, на пятые сутки. В принципе, если у ребенка нет сопутствующей патологии, то он может быть выписан домой. По словам врачей, у мамы с подтвержденным ковидом родились малыши с отрицательными результатами москов на коронавирус. С тестом на ковид также женщины отправляются на плановую госпитализацию в обычный роддом при условиях отрицательного результата. Если вдруг роды начались неожиданно, то в приемном покое учреждение будет проведен экспресс-тест. Чтобы избежать лишних волнений и проблем, врачи рекомендуют соблюдать меры защиты. Прежде всего, нужно соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование, обработка кожными антисептиками поверхностей, частые уборки дома, обработка рук. Но и для беременных женщин все-таки это не посещение людных мест. Также по словам врачей, никакого мифического усиленного иммунитета у беременных нет, вопреки ожиданиям будущих мамочек. Поэтому не стоит пренебрегать мерами безопасности. Ведь в данном случае женщина в ответе сразу за две жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!